Руководители города регулярно выступают с разного рода отчетами. Рассказывают о проделанной работе вышестоящему начальству, общественности, депутатам. Это не всегда накладывается функциональными обязанностями. В случае с почетными гражданами МИАСа такие встречи – дань уважения тем, кто прославил город. Улыбаются, видна неподдельная радость на лицах. Ведущий заседания Совета почетных граждан Борис Корсуков не применил отметить хорошее настроение собравшихся коллег. Не испортить его должен был основной повод для встречи. Накануне зимы в повестку включили вопрос актуальный – о подготовке к отопительному сезону. Велась она в этом году на 56 миллионов рублей. Этой суммы было явно недостаточно. Общая потребность на капитальный ремонт и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры МИАСского городского округа по предварительным расчетам составляет более 200 миллионов рублей. Те работы, которые мы должны были бы выполнить на сетях и объектах теплооснабжения при подготовке к зиме. У нас одна четвертая часть. Тем не менее, отопительный сезон начался в МИАСе на 9 дней раньше срока, как только стало явным понижение уличной температуры. Подключение тепла не проходило гладко и все же нет в городе домов с холодными батареями. Чтобы городские окраины не мерзли, закупаются дополнительные котлы, возводятся и открываются новые источники теплооснабжения, как две недели назад в Новандреевке. Для котельной в поселке Динамо на длительный срок найден ответственный арендатор, готовый вкладываться в модернизацию оборудования. Если опыт будет положительным, его распространят на другие объекты. Будем сейчас смотреть, как этот первый опыт позволит нам модернизировать муниципальное оборудование и привести уже все это оборудование в состояние эффективное. От общего перешли к частностям, а именно состоянию дел на двух главных миасских теплоисточниках. Докладчики рапортовали бодро о том, что потраченные летом миллионы не ушли в пустоту. У подрядных организаций мы приняли все работы и, в общем-то, как видите, мы где-то с 22-го числа, с 23-го числа подали уже отопление на Машгородок и поселок Строители. В общем-то, пока каких-либо сбоев в работе нет. В этом году, значит, по результатам гидравлики повреждений было в сравнении с прошлым годом меньше. И фактически в сентябре месяце мы подошли в достаточно неплохом состоянии, по крайней мере, по аварийным делам, по сетям. Неравнодушие почетных граждан надолго задержало нынешних управленцев. И тема заседания многогранна, и проблем внутри достаточно. Всплыла по ходу разговора и грязная вода на Машгородке с поселком Строители и обслуживание дорог в зимний период. Для их подсыпки заготовлено самое необходимое. Соляная смесь, да, песок с солью уже приготовлена для того, чтобы осуществлять подсыпку. Значит, все те штормовые предупреждения, которые администрация получает, они в первую очередь незамедлительно отправляются сетевым организациям и дорожникам, для того, чтобы можно было обеспечить эффективную работу. Один из наиболее активных почетных граждан Николай Малашкин. Его выступление всегда эмоциональное. В этот раз речь была посвящена озеленению города и тем, что все вокруг заполонили автомобили. Предложение, с которым он выступил, прозвучало категорично. Наклеивать, траповать. Это деньги, которых у нас не хватает, понимаете. Это деньги, ну, заставить надо народ. Ставить гаражи. Есть гаражи? Стоянки, пустые стоянки. Там стоянки, пустые стоянки. Но везде стоят машины. И чем дальше, будет больше. Завершился разговор о разработке планов празднования 90-летия академика Виктора Макеева. До этой даты осталось 10 дней. И, естественно, почетные граждане не могли пройти мимо того, чтобы не вспомнить своего коллегу. Дмитрий Скляров, Александр Лядов, УТВ МИАС.